Эта школа, хотя находится в поселке Большавик, а называется Торфа-Заводская, у гонор-продприемства, за открытием этого, началось створение усяго населенного пункта. Первую школу тут открыли в 1932-м, непосредственно этому будинку 10 годов. Правда, и это, хотя сейчас ухопило, как возникла необходимость проведения так званого косметичного ремонта. Недзе перефарбовали стены, недзе пофарбовали подлогу, у некоторых классах отрамотовали меблю. Причем усе работы провели за кошт спонсоров, батьков и мясовых предприемств. Иншая справа, что ход работ пришлось оконтролировать керавництву школы. Сегодня иснують жёсткие санитарные потребования, порушать якие нега не яким чином. Особливая увага к створению для наученцев беспечных умов. С этой нагоды всё набытое, от фарбу до лямпочек, повинно обовязково иметь отповедный сертификат. Составляем договора, родители по договору сдают нам материал строительный. Мы сегодня его оформляем договором. Вот эти договора мы сегодня сдаём в отдел образования вместе с копиями чека и актом списания этих материалов, которые сегодня были использованы для ремонта школы. О школах Будокошалёвского района, а почнега термина приёма школ, чекать не стали так самым. В початковой городской школе для проведения всех необходимых работ притягнули больше 100 миллионов рублей. Причём, воприча батьков и предприемству, значную допомогу оказала гуманитарная организация из Италии, куда белорусские дети выезжали на оздоровление. Плюс сродки зарублены самостоянно, у вынеку сдачи макулатуры и металлолома, например. Как вынеку, всё запланованное выканали в полном объёме и готовы принять вушню хоть зараз. Правда, не ледичи на тое, что до 1-го вересня, ещё маль три тыдни, некоторые из их уже наведывают установу. Капсу встретиться с наставниками и себрами и рассказать о плетнем отпочинку, а я ещё поделиться думками об тем, что новый навучальный год обовязково принеси шмат новых уроженю. Читаю понемножку, решаю примеры, читаю таблицу умножения учу. Пишу русским языком, занимаюсь белорусским, немножко английский учу. Хочется, чтобы ещё погулять, но в школу всё равно нужно ходить. Олег Сентюров, Валерий Копанько, Телераду и компания Гомель.